Глава шестая. Скута повтор. Вооруженная повозка для вечеринок проломилась сквозь кусты на окраине Пеннивиля. Метатели пирогов были заряжены и готовы. Пушка была заряжена и готова. Пинки Пай открыла люк и осмотрела периметр. — Чисто! — оповестила она остальных и надела наушники. — Твайлет, как там у вас дела? — Что-то происходит в городе. Голос Твайлет звучал по радио ясно и отчетливо. Она летела над повозкой, за которой следовал отряд королевских стражей. Несколько пегасов, включая вундерболтов, летели рядом с Твайлет, готовясь оказать поддержку с воздуха. — Нам нужно поторопиться, — заметила Рэрити. Она сидела на крыше повозки вместе с главой департамента военных исследований. Обе кобылы были одеты в новую камуфляжную форму, хотя Рэрити дополнительно украсила свою драгоценными камнями к большому неудовольству ее спутницы. Эти негодяйки, скорее всего, готовят нам теплую встречу. — Я ничего не вижу! — пробормотала голубая кобыла пегас по имени Гардинг Эйнджел. Она была одной из первых кобыл-стражей, и хотя большую часть своей карьеры провела, гоняясь за сбежавшими кобылками в богатых районах Контерлота, недавно ее привлекли к аресту Кузи Глоу, и она определенно справилась со своей частью работы. — Подождите! — Что такое? — спросила Твайлет. — Скуталу! — Гардинг Эйнджел нахмурилась и забрала у Пинки Радио. — Скуталу идет к нам с белым флагом. Возможно, она хочет поговорить. — Я! Я могу стрельнуть в нее бронебойным чизкейком! — крикнула Пинки. — Чтобы она точно знала, что мы полностью серьезны! — Нет, не можешь! — ответила Рэрити. — Белый флаг и все такое. — Ну, даже с зажигательным маффином! — спросила Розовая Пони. — С тобой вообще не весело! — Не стреляйте в меня! — крикнула Скуталу, остановившись перед повозкой. — Затем на мгновение ее охватило зеленое пламя, и она превратилась в Склерита. — Нихтшисен! — примечание переводчика. — Не стрелять! — немецкий. — Жамиро! — примечание переводчика. — Я сдаюсь! — французский. — Не естрельяй! У меня водка, и я знаю, где бордель! — Примечание переводчика. Непереводимая игра слов на Сталианградском, с использованием местных идиоматических выражений. — Я всего лишь скромный Ченджлинг, прячущийся среди этих клонов! Всем было известно, что вдали от Роя и без маскировки Ченджлинги были достаточно уязвимы, поэтому многие из них научились молить о пощаде как минимум на пятидесяти разных языках. — Что ты здесь делаешь? — спросил Рерити. — Советую вам поторопиться! — ответил Склерит. — Рабы начали восстание против Скуталу, но они в меньшинстве. — Птеростигма отправилась в больницу, чтобы предупредить об этом, так что медсестры могут присоединиться к ним в ближайшее время. — Хорошо. Гардинг Энджел отвернулась от Ченджлинга и ряфкнула. — Экипаж, спрячься внутри! Стражи держать строй! Нам нужно прорваться сквозь их оборону! — Эпплджек, полный вперед! — крикнула Пинки. Она закрыла люк и повозка рванулась вперед, продираясь сквозь траву и кустарник. Стражи последовали за ней, некоторые из них поглядывали на небо, где Пегасы уже достигли городской черты. — В сторону Пегасов полетело несколько фейерверков. Твайлот перехватила один магии и направила его назад. — Принцесса старательно целилась подальше от клонов, что привело к тому, что ракета попала в крышу Школы Дружбы, освободив каких-то странно деформированных существ. — Рерити открыла люк в верхней части повозки и огляделась. — Поле перед ними было оранжевым. Клоны стояли там, ожидая атаки. Модельерша вздрогнула. Их было куда больше, чем стражей. — Пинки! — крикнула она. — Заряжай шоколадную шрапнель! Пушка взревела. Рерити схватила бинокль и увидела, что некоторых скуталу сбили с ног шоколадный маффин. Одна из клонов смогла поймать летящий кексик ртом, а затем начала аккуратно собирать разбросанные боеприпасы и поедать их. Заклинание Твайлайт рвануло неподалеку. Вечериночная повозка шла юзом, пушка и метатели пирогов извергали морковные пирожные, шоколадную шрапнель, взрывные печенья и пироженки с обедненным ураном. Но, тем не менее, скуталу добрались до нее и начали карабкаться на броню. Глава департамента военных технологий спрыгнула с повозки и оказалась перед толпой клонов. Сначала она выхватила свой пистолет, но он дал осечку из-за взбитых сливок, забивших ствол. Тогда она выхватила рапиру и махнула ей, удерживая скуталу на расстоянии. — Руки вверх! — крикнула она. — Или Тирик заберет тебя! А затем одна из летающих клонов бесцеремонно скинула бутылку виски ей на голову, чем лишила кобылу сознания. Старлайт высунула голову из люка заднего наводчика и принюхалась. — Эй, это же виски из моего бара! — закричала она на одну из клонов, которая как раз воровала кошелек главы департамента. — Где вы его взяли? — никто не ответил. Еще больше клонов забрались на повозку, молотя копытами по броне. Старлайт вздохнула и засветила рог. — И почему я вообще спрашиваю? Эппл Блум огляделась и поняла, что ситуация вышла из-под контроля. Флетфуд была без сознания и погребена под кучей клонов. Сама Эппл Блум тоже была окружена, так же как и Даймон Тиара, Диди, Сильвер Спун, Скутулу и Светибель. Все в несколько пони все еще продолжали сражаться. Она могла видеть клонов, сбегающихся туда, где была Дерпи, только чтобы быть раскиданными заклинаниями Динки. — Я знала, что доверять ей плохая идея! — воскликнул Сильвер Спун, бросая на Диди свирепый взгляд. — Мы бы выиграли, если бы не вовсе! — Диди указал на Твист и Баттон Мэша. — Давайте к ним! Нам надо выбраться из этой ямы! — Вот же ж конские яблоки! — пробормотал Эппл Блум, поднимая глаза. Клоун Свити Белль стояла с закрытыми глазами, объятые зеленым светом. Ее рук рассыпал искры вокруг, но тем не менее целая гора земли взлетела на пару сантиметров в воздух. — Это вообще возможно! — Скутулу повернулась к настоящей Свити. — Откуда мне знать? — единорожка пожала плечами. — Думаю, она уронит ее себе на голову, когда попытается сдвинуть. Магическая аура вокруг клонов вспыхнула ярче, и Куча начала медленно двигаться к яме. На кончике рога словно плясала крошечная молния, а с шерстки клона так и сыпались искры. — Бордель де мэрд! Пробормотала Свити одно из ругательств, которое она случайно выучила у Рерити. Бордель де мэрд! Французский. Сраный бордель. Примечание переводчика. — Ах, она собирается похоронить нас всех заживо! — воскликнул Даймонд Тиар. — Я не желаю, чтобы меня похоронили заживо рядом с Эппл Блум. — А как насчет того, чтобы тебя похоронили рядом со мной? — спросила Силлер, пнув одного из клонов, что пыталась поймать Даймонд. — Ну, на это я согласна. Даймонд развернулась и легнула задними ногами еще одного клона. — Кто-то... кто-то должен доставить меня туда. Свити взглянула на своего клона. — Только не я, — сказала Скутл. — В отличие от моих клонов, я летать не умею. — Если они смогли научиться, то и ты сможешь! — крикнул Свити. — Давай же! Я помогу тебе оторваться от земли! Она запрыгнула на спину Пегаски и начала тянуть ее телекинезом, стараясь делать ее как можно легче. Скутл взмахнула крылышками и, к своему удивлению, взлетела, пролетев над головами ошарашенных клонов. — Ну же! Свити сосредоточилась на магии, текущей сквозь ее рук. Единорожка заметила, что за ними погналось сразу несколько клонов, в том числе и одна с черными полосками в гриве. Скутл 150. — Я так долго не смогу. Задыхаясь, прикрепила Скутлу, пытаясь набрать высоту. — Конечно! — хмыкнул 150. — В конце концов, мы тебя во всем превосходим! Настоящая Скутлу нахмурилась. — Я оторву твой хвост и тебя же скормлю! Пегаска сильнее захлопала крыльями, бросаясь с наклона. Внезапно она почувствовала, что магия Свити рассеялась. Когда гравитация вернулась в норму, она стала намного тяжелее и поняла, что они вот-вот разобьются. — Что ты? — Скутлу замолчала, когда единорожка спрыгнула с ее спины, схватив 150-ю за шею. Клон взбрыкнула, когда Свити забралась ей на спину, выкручивая украшенное пирсингом ухотелекинезом. — Тогда ты отвезешь меня к ней! — пошипела она в ухо клону. — А если я этого не сделаю, не волнуйся! Я тебя подтолкну! Скутлу кувыркнулась в воздухе и пнула своего клона в задницу, подталкивая ее и Свити к летящей куче земли. Однако на этом силы Пегаски иссякли, ее крылья бессильно обвисли, и она рухнула в толпу. Как только они оказались на поверхности, Свити спрыгнула за спины 150-й и на всякий случай оглушила ее магией. Затем она бросилась к своему клону, подхватив с земли какую-то палку телекинезом. Небо потемнело. Свити поняла, что куча земли находится прямо над ее головой, и что совсем скоро ее копия обрушит ее в яму. Упомянутая копия была прямо перед ней, и сейчас ее глаза были широко распахнуты, пылая сиянием чистой магии. — Останется только один! — завопила Свити и метнула палку в рог клона. Последовавший взрыв на мгновение ослепил единорожку, как раз перед тем, как куча земли низверглась ей прямо на голову. Инстинктивно она сотворила защитный пузырь, выбросивший Свити на поверхность, когда грязь была раздвинута ее магией. Вокруг нее сверкали молнии, и жуткий рев терзал уши. А потом все внезапно закончилось. Свити обнаружила, что стоит на вершине кучи, а над ней расстилается чистое небо. Единорожка огляделась, понимая, что все прекратили драться. — Эммм... Свити покраснела, понимая, что все смотрят на нее. — Я... эмм... я стала вроде... Земля недалеко от нее шевельнулась, и оттуда появилась ее копия. Ее шерсть была вся грязная, с ясно видимыми подпалинами. Из ушей поднимался дымок, и единорожка смогла сделать лишь пару шагов, прежде чем остановиться, с трудом переводя дыхание. — Мисс Белль, мне что-то плохо... — пробормотала она, едва стоя на дрожащих копытцах. А потом внезапно превратилась в облако пыли, которое медленно рассеялось на ветру. У Свити отвисла челюсть. — Неужели это я сделала? — Нет, это я. Еще один пони появился из облака пыли. У него была синяя шляпа с колокольчиками, плащ и длинная белая борода. Хватит заниматься ерундой. Маг закрыл глаза, его рот засветился и спустил волну белого пламени, прокатившуюся над поневилем. Несколько Скутулу смотрели друг на друга, расширившимися от испуга глазами. Затем они начали исчезать одна за другой. — Старл свирил. — Что вы с ними сделали? — вздрогнул Свити. — Не волнуйся, с ними все будет в порядке, — ответил маг. — И с твоими друзьями тоже. Рядом с ними Скутулу 150 встала и посмотрела на свои копыта. Она нахмурила брови, а потом просто исчезла. Над ней ямы поднимались по непонявшей, что атакующие клоны просто испарились. Даймон Тиара была первой, кто испустил громкий радостный крик. — Я знала, я знала, что победит лучший! — воскликнула она. Сильвер Спун посмотрел на нее. — Ты... ты же Диди, верно? — Не волнуйся, никто не заметит разницы. — прошептала Даймон Тиара, ухмыльнувшись. — О, нет! — пробормотала Сильвер. — Эппл Блум, но ты-то хоть настоящая! — Да, — ответила земнопони. — Со Скутулу тоже вроде все нормально. — Ведь так скутс! Скутулу села и потерла виски, прежде чем взглянуть на своих друзей. На ее губах рассвела озорная улыбка. — Рейнбудэш — лучшая пони! — сказала Пегаска. Рейнбудэш нахмурилась и бросила кубик. Увидев выпавшие числа, она ухмыльнулась и передвинула фишку в виде шляпы. — Круто! — сказала она. — Итак, я покупаю Хуффингтон, и теперь я могу строить отели. — Вот гадство! — пробормотала Скутулу-53. — И как раз в тот момент, когда у меня кончились деньги. — Значит, пора продать пони-виль мне. — Знаешь, ты можешь мне и настоящий город продать. Радужногривая Пегаска посмотрела на бумажные биты в банке. — Думаю, я могла бы дать тебе кредит. 53-я тяжело вздохнула. Но это не сильно большой город. Я думаю, что заключенные снова восстали. — Ах, хлеба и зрелищ, как сказала бы Твайлот. Флитфуд здесь. Так что мы можем время от времени устраивать гонки. — Или ты можешь устроить гладиаторские бои в той яме, которую бы вырыли. Победитель получает свободу и все такое. Или... Рейнбудэш замолчала, заметив, что Скутулу-53 исчезла. В прямом смысле слова. Она не выходила в другую комнату, а просто растворилась в воздухе. — Ну, круто. — Как раз тогда, когда я нашла кого-то, кого смогла бы обыграть. — Пегаска пожала плечами. — Может, кто-нибудь принесет мне еще Сидра? Ее слова эхом разлетелись по пустым коридорам. — Кто-нибудь! Она направилась в другую комнату, но нашла там только Рамбла, лежащего на большой кровати и устаившегося в стену. — Мне приснился очень странный сон. — пробормотал жеребчик. Старлайт открыла глаза. Ее голова раскалывалась от боли, и она чувствовала запах паленых волос. Явный признак того, что она несколько переусердствовала с магией, что подпалила собственную гриву. — Привет! — сказала глава департамента военных технологий. Кобыла с забинтованной головой сидела на соседней больничной койке рядом со Старлайт. — Наконец-то ты очнулась! — Медсестры говорят, что это самое длительное время, что ты привела здесь без сознания. Кажется, они хорошо тебя знают. — Я тут постоянный клиент, — ответил Старлайт. — Что я натворила на этот раз? — Мы думали, что это ты скастовала какое-то проклятие и отправила всех клонов неизвестно куда, но потом из ниоткуда появился какой-то бородатый бомж и забрал себе всю славу. Глава департамента пожала плечами. — Тем не менее, это была впечатляющая магия. — Спасибо, — пробормотала Старлайт. Безымянная кобыла улыбнулась и протянула копыта Старлайт. — Баттербол! — Что? — Это мое имя! — покраснела глава департамента. — Меня зовут Баттербол! — Ах! Старлайт Глеймер. — Наконец-то мы дома, — проворчала Птеростигма. — А эти пони быстро восстанавливают дома, верно? — Ну, этот дом не сильно-то и пострадал, — ответил Спрингбриз. — Но, по крайней мере, они позаботились о наших документах. И теперь мы гордые, подданные принцессы Селестии. Склерит кашлянул. — Кхе! — Кажется, у меня понячая оспа! — Как ты вообще сумел заразиться? — Птеростигма закатила глаза. — Это же понячая зараза! — Я не... Ченджинг снова закашлялся, на этот раз превратившись в Скуттеллу. — О, только не снова! — завопила Спрингбриз, моментально обернувшись Нириком. Склерит отскочила назад, внезапно превратившись в большую кашлящую миску запеканки. Спрингбриз замерла, подняла брови и снова превратилась в Кирина. — Я просто не понимаю этого чувака! — пробормотала она, качая головой. Твайлайт смотрела вниз с балкона. Пони наводили порядок на улицах. Эпплджек помогала рабочим строить новые дома вместо сгоревших. Яму в Тартар тщательно засыпали землей. Несколько квалифицированных некромантов из Департамента военных технологий пытались снять проклятие со школы дружбы. В настоящий момент один из них обзавелся парой свежеотрощенных рогов. Другими словами, все в Панивиле возвращалось на круги своя. — Итак, что именно вы сделали с этими клонами? — спросила Твайлайт у Старлсвирла, который стоял рядом с ней. — Шахматная орда! — ответил Старлсвирл. — Я стал ферзем позади их линии обороны. — Да, но что именно вы с ними сделали? — Принцесса вздохнула. — Это выглядело как довольно мощное заклинание. — О, да все то же самое, что и обычно, — улыбнулся маг. — Зачем мне менять что-то, что уже работает? — Кроме того, я слышал о твоем методе отпинки. — Эффективно, но отнимает слишком много времени. — Как только ты достигнешь моего уровня... Старлайт замерла. — Старлсвирл, ты отправил их в мир человеков? — Человеков? Маг вздернул бровь. — Давненько не слышал этого слова. — У нас был один такой в старые времена лысый, зеленая кожа, странная морда. Сказал что-то ужасно неуместное принцессе Лунии, так что молодой сэр Сомбра пристрелил его и сделал чучело. Довольно неплохо получилось. Наверное, до сих пор лежит в каком-нибудь подвале в Кристальной Империи. Туайлайт остановилась, когда услышала жужжание и увидела мигающие отцветы от своей комнаты. Подожди минутку. Я должна это принять. Как она и ожидала, Сансет Шиммер написала ей сообщение. Оно было коротким и загадочным. — Старлсвирл с тобой? Если да, то скажи ему, чтобы он посмотрел на свою задницу в зеркало. Туайлайт быстро отстучала «да» и вернулась к магу. — Не могли бы вы пойти к зеркалу и посмотреть на… на свой хвост? — спросила она. — Зачем? — Старлсвирл нахмурил брови. — Это какой-то магический эксперимент. — Эксперимент? Туайлайт смущенно улыбнулся. — Да, можно и так сказать. — Конечно, почему бы и нет. Маг подошел к зеркалу и встал перед ним. Затем повернул голову, изучая каждую прядь волос в хвосте. Туайлайт смотрела на портал. Там определенно что-то происходило. Магия мигнула, а рама начала дрожать. — Я не понимаю. — пробормотал Старлсвирл. — Что именно? Маг закричал, когда из портала вынурнула желтая копыта и влупила по-самому дорогому для каждого жеребца. Старлсвирл рухнул на пол. Из портала появился Сансет Шиммер. Она посмотрела на Старлсвирла, подняла его телекинезом и впечатала в стену. — Сансет? — воскликнул Туайлайт. — Что ты делаешь? — Не волнуйся, я все объясню. Сансет повернулась к Старлсвирлу, прервав его попытки освободиться резкой вспышкой рога. — Слушай сюда, старый перду. Я была бы очень благодарна, если бы ты перестал использовать мой мир как свалку, хорошо? — Магия из Эквестрии, ладно. — Артефакты? — Сойдет. — Сирены? — А вот это был херовый ход. Она вздернула Старлсвирла немного выше. — Кстати говоря, состояние твоих яиц в конце этого разговора сильно зависит от того, насколько я буду довольна, так что слушай меня внимательно. — Конечно. — Маг взглянул на Туайлайт. — Кто эта ведьма? Заткнись! — Больше десяти тысяч девушек, большинство из которых одинаково и внезапно появляются посреди футбольного поля во время самой важной игры сезона. — Большинство из них полностью долбанутые. Некоторые из них утверждают, что они настоящие, что бы это ни значило. Другие еще не заметили, что у них больше нет крыльев. Однако с кулаками у них все в полном порядке. — Я тут не при... — Ну а кто же еще? Некоторые из них рассказали нам тупую историю о крайне злобной Туайлайт Спаркл, которая отправит их обратно в пруд и развлекается тем, что заключает в тартар невинных кобылок. Они также упомянули старого пердуна с колокольчиками на шляпе. Сансет повернулась к Туайлайт. — Я не уверена, что вы тут натворили, но научная тварь впала в довольно серьезный экзистенциальный кризис, так как поняла, что некоторые из ее коллег в других измерениях могут быть злыми. — Но я уверена, что мы сможем это исправить, — заявила Туайлайт. — Что ты собираешься исправлять? Власти могут быть слепы к магии, но когда где-то внезапно появляются десять тысяч девушек... Скажем так, в школе теперь полно парней в черных костюмах и без чувства юмора, а мой поддельный паспорт с каждым днем выглядит все более фальшивым. Никто не знает, что с этим делать, тем более, что некоторые из этих девушек уже нашли адвокатов и просят убежище, утверждая, что их преследуют на родине. Тот факт, что ни один суд никогда не слышал об Эквестрии, нихрена не значит. — Некоторые из них... — А что насчет остальных? Сансет небрежно бросила старого мага на пол. — Насчет этого... Она подошла к порталу, сунула копыта в рот и свистнула. В другом измерении ее в принципе не могли услышать, но тем не менее каким-то образом это сработало. Портал снова задрожал, и из него показались первые клоны, скользящие по полу или разлетающиеся по комнате. Двое из них подхватили Старлсвирла, взлетели и скинули в ближайшую найденную на улицу кучу удобрений. — Дело не в тебе, Твайлайт, — сказал Сансет. — Она должна была кричать, чтобы ее было слышно среди его приклонов. Я просто закончила с дерьмом Старлсвирла. Думаю, ты найдешь решение — новый дом или что-то типа того. Глаз Старлсвирла дернулся, и ухмылка на ее мордочке выглядела просто жутко. — Конечно, — пробормотала она перед тем, как вырубиться. Примечание автора. Теперь в Эквестрии есть новый городок — Скутавиль. Конец. Конец.